Доброго времени суток, дамы и господа. Хочу представить вашему вниманию ноутбук бизнес-класса Dell Latitude 5480. Ноутбук выполнен в корпусе 14 дюймов. Ноутбук достаточно качественный, сделан очень хорошо, плотно. Все, нет никаких зазоров, не скрипит, не хрустит. Так вот он выглядит сзади. Имеет большое количество портов. Это у нас совмещенный мини-джек 3,5 дюйма для наушников и гарнитуры. Это три порта USB 3.0. Один с каждой стороны, то есть справа, слева и сзади. Вот это у нас находится справа. Справа тогда у нас имеется разъем VGA и разъем для ключа блокировки. Сзади мы имеем гигапитный порт Ethernet, решетку радиатора для охлаждения. Опционально также есть возможность вставить симку и подключить 3G или 4G модем. В моем случае это просто заглушка. Также имеется порт HDMI. Сзади вот еще один USB 3.0 и порт зарядки. С левой стороны у нас есть картридер, поддерживающий форматы SD или microSD через переходник. Также еще один USB 3.0 и порт, так называемый DisplayPort через USB Type-C. Также через него подключать можно специальные станции, которые есть универсальные. Есть специальный отдел, но об этом попозже. Так, ноутбук сделан из пластика. Ну, это какой-то очень качественный пластик. То есть прочный, он приятный на ощупь. Отпечатки пальцев, ну, как вы можете видеть, остаются, но не критично. Они очень легко удаляются. Даже просто рукой протереть можно. Также сделали, да, вот эту вот ставочку. Сейчас. Раньше в предыдущих моделях она была просто вырезана в пластике. Она была блестящая и не особо видна. Сейчас они вставили сюда пластиковый элемент серого цвета. То есть он очень хорошо выделяется, заметен. Продает какую-то такую элегантность, что ли. Так, что у нас имеется внутри? Кстати, очень не тугие у него рамки. Не рамки, а петли. То есть одной рукой, если его открываешь, то есть вы видите, что ноутбук качается. То есть его просто так не открыть одной рукой. Так, в моем случае это комплектация Core i5. Intel Core i5 KB Lake 7-го поколения. 72, 2, 0. Так, это у нас IPS-матрица Full HD. Клавиатура с подсветкой двухуровной, как вы можете заметить. Здесь два, три. В точке в моделях открывать ноутбук на 180 градусов. Что бывает крайне удобно. То есть у вас нет такой возможности повредить его, когда вы открыли слишком широко или не рассчитали, как открывать. Если нет такой возможности. Также в клавиатуре есть этот вот тач-стик. Многим пользователям нравится, конечно. Есть любители этого дела, но я им не пользуюсь. Так, что дальше по комплектации. У меня идет здесь комплектация с обычным Full HD экраном. Ипс. То есть, да, кстати, вот хорошо, что Dell уже давно ставит свои ноутбуки, ипс-матрицы, начиная вот с Full HD. У них все ипс-матрицы. Чего не скажешь об HP. То есть у HP что-то пошла тенденция, особенно в новых моделях, которые тоже бизнес-класса, Full HD-матрицы, почему-то TN. Непонятно, почему они стали это делать за такую цену, но об этом тоже позже. Так, смотрите, что мы можем сказать о начинке. Ноутбук, между прочим, очень холодный в работе, бесшумный. И если нету сильной нагрузки. То есть вот включенное состояние, у него температура в районе 35-40 градусов на все компоненты. Батарея в моем случае трехсекционная на 50, почти 51 тысячу мВт.ч. То есть этого, в принципе, достаточно на целый рабочий день, как вы можете заметить. То есть у меня максимальная сейчас яркость дисплея, подсветка клавиатуры. То есть без нагрузки показывает где-то 8 часов. Этого, в принципе, вполне достаточно. Есть комплектации, где 68 Вт-часов. Ну, стоит и немножко дороже. Ну и прибавляют значительное количество времени в работе. Процессор, вот он, Кэмби Лейк, Intel Core i5-7200. В бусте выдает 3100 МГц. Это двухъядерный процессор, поддерживающий гипертрединг. Поэтому четыре потока он обеспечивает. Так, что сказать о памяти. Память стандарта DDR4. В моей комплектации это две планки по 8 ГБ. Кстати, ставят они память на 2400 формата. Но почему-то не поддерживают этот формат процессор. То есть всего на 2100 работает. То есть, вот видите, в двухканальном режиме работает. Так, операционная система Windows 10 Pro версии. Что сказать под нагрузкой, как себя ведет. Вот можем проверить. Включить тест стабильности системы. Сейчас температура начнет понемножку прости. Но самое интересное, что пока ноутбук не наберет температуру выше 65 градусов, у него не работает система охлаждения. Но когда температура поднимается выше, он начинает очень и даже хорошо гудеть. Ну и охлаждается, соответственно, неплохо. То есть температура в среднем выше 65 не поднимает. Даже при максимальной нагрузке. Вот, слышите, включилась система охлаждения. Ну, это еще достаточно тихо. То есть, если подождать еще пару минут, то она включится за свои полные обороты. И это будет достаточно громко. То есть, если посмотреть на датчики, то мы видим, что скорость вращения колера сейчас всего 2800 оборотов. То есть, когда нагрузка станет еще больше, я замечал, что разгоняется она до 4800. Даже где-то 4900. И это, хочу вам сказать, очень даже неплохо слышно. Предыдущих моделей, кстати, было потише. Ну, что сказать. В целом, получаем очень качественный, прочный, надежный ноутбук. Практичный, так как он особо не марается. Использование SSD-диска, то есть в моем случае это на 512 гигабайт, позволяет много на него записывать. Он достаточно быстрый, на новом железе. Хороший дисплей. Что сказать еще? Яркость дисплея, да. Яркость дисплея здесь заметно ниже. То есть, если брать уровень 54-70, был у меня до этого 54-70, он значительно ярче. То есть, где-то процентов на 30 точно ярче. Вот у меня сейчас выставлена максимальная яркость. И, как вы можете заметить, он не очень яркий. Но качество картинки очень хорошее. Как и было прежде. То есть, ноутбук легкий. Не сказать, что он сильно тонкий. То есть, в принципе, он стал чуть тоньше. За счет того, что убрали порт для ток-станции снизу. За счет этого они сделали его на пару миллиметров тоньше. Для тех, у кого уже есть ток-станция, это, конечно, не очень правильное решение. Так как использовать всю периферию придется докупать новую ток-станцию. Которую использует порт USB Type-C. У меня такая ток-станция есть. Дальше я вам сделаю обзор ее. Как она работает? Что-то плохо фокусируется. В целом, очень хороший ноутбук. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok